Всем привет, друзья, с вами вновь Илюха, и это наш очередной выпуск Летной Школы. Сегодня в нем мы разберем такую технику воздушного боя, как висение на шести у противника. Это случается, если вы решили упасть кому-то там на хвост и начинаете пилить его там из пулеметов, пушек и прочего. Для того, чтобы реализовать эту технику, нужно в первую очередь выполнить несколько условий. Давайте остановимся на них поподробнее. Первое условие, оно очень главное. У вас должен быть такой же или более маневренный самолет, чем у противника, чтобы вы смогли в любом случае резать углы, брать правильные упреждения и смогли, в общем-то, и удержаться у противника на шести. Если вы не подходите под это условие, то падать врагу на шесть и пытаться за ним удержаться даже не стоит. Хотя я часто вижу в сети всякие тандерболты, либо густовые, которые пытаются удержаться на хвосте у Як-3, но, как правило, живут они недолго. Не повторяйте этих ошибок, летайте в этом случае от высоты и от энергии. Далее, второй момент. Если вы решили кому-то упасть на шесть, то ваше внимание очень сильно будет занято повторением маневров за противником. То есть, нужно будет контролировать его, куда он там виражит, брать упреждения. И вы не сможете достаточно много уделять времени для того, чтобы увидеть то, что происходит вокруг вас. Поэтому, прежде чем кому-то падать, вы должны убедиться в отсутствии врагов, ну и периодически, в любом случае, проверять свою шестеру, хотя бы каждые 20-30 секунд. Третий момент. Он относится уже непосредственно к самой технике. То есть, она техника включает в себя грамотную работу тягой и закрылками. Дело в том, что, когда противник начинает делать различные ножницы, размазанные бочки, встает в вираж в петлю, вы должны будете в любом случае взять упреждения для стрельбы. То есть, для этого идеально подходит правильная работа, которую можно приобрести только с опытом, с навыками сбрасывания тяги, работа закрылками. Причем, здесь важный ключевой момент, чем ближе вы к противнику, тем более быстрее надо реагировать. Дело в том, что, если вы в плотном 6, в метрах 50 за врагом, и он решит вас попробовать пропустить вперед, выпустив закрылку в посадочное положение, сбросив полностью тягу, вы должны успеть предпринять какие-то контрмеры, чтобы не стать жертвой, не пролететь вперед. И времени на это у вас там буквально меньше, чем полсекунды. То есть, тут нужна скорость реакции и правильно чувствовать действие врага. Ну и четвертый момент, это контроль противника. Ни в коем случае его нельзя терять из виду. Это относится в те моменты, особенно если у вас какой-нибудь самолет, знаете, с таким кокпитом, с большим переплетением, там, фонаря, как, например, у Китти Хоука. За этими всеми перегородками бывает сложно увидеть противника. Еще один момент, который будет у нас непосредственно в самом видео, это когда вы висите на 6 у врага, именно у земли, и он где-то среди елок, берез, там, начинает маневрировать. То есть, за ним тяжело очень следить, и мало того, еще надо стрелять. То есть, тут тоже нужен большой опыт, который приходит только, конечно же, с практикой. Ну и в пятый условие, это техника и правильное соблюдение дистанции. То есть, что я и говорил, по сути, чтобы грамотно упасть на 6, иногда нужно, особенно если у вас превышение в энергии, вовремя заранее сбросить тягу, газ, чтобы выровнять скорости вашего противника, и в любом случае соблюдать какую-то дистанцию, то есть 100, 200, 50 метров, не отставать и не приближаться чересчур, чтобы не столкнуться с врагом. Ну, на этом у меня, в принципе, теоретическая часть закончена, и давайте перейдем непосредственно к посмотру видео. В этом видео я летал на P-36G Hawk, и случайно заметил у себя шестерку. Это был Эмиль, в итоге я сажусь к нему, и начинаю стрелять и пилить его. Я достаточно часто промазывал, потому что я тогда летал очень редко. Извините, конечно, что за промахи, но благодаря этому видео получилось длинное. Музыку я монтировать сюда не стал, чтобы вы послушали, как было, точнее, слышно, как я сбрасываю газ, работаю с закрылками. Если вы не поняли что-то, можете посмотреть видео еще второй, третий раз, тогда вы поймете гораздо больше. Ну, а на этом мой монолог заканчивается. Смотрите и учитесь. Смотрите. 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 Ну, а на этом у меня все. И напоследок, маленький анонс. Совсем недавно я купил буквально практически за гроши бэушные руль от Трастмастер. Фото на экране. И хочу разнообразить немного контент своего канала. Я еще буду показывать также автосимуляторы. Конечно же, только в хардкор режимах. Фулл реал, как говорится. Так что, ничему не удивляйтесь, что если еще появятся обзоры еще других игрушек. Ну, на этом все. Подписка на канал, кому интересно. Спасибо и пока. Продолжение следует.